Как мы можем видеть, с крестов сняты таблички. Смотрители кладбища уже насчитали 213 снятых этих самых табличек. Неизвестно, кому они могли понадобиться, потому что таблички, они даже сделаны не из какого-то дорогого металла, они просто пластмассовые. Горожане, навестившие своих почивших близких и родственников, ужаснулись, когда увидели, что произошло на кладбище. Елена Черняк пришла на могилу матери и также не увидела табличку с именем на кресте. Могилы остались, по сути дела, безымянными. Ну, я даже не знаю, это вообще ни в какие рамки не лезет. Это нормальным человеком не назовешь. Это какие-то сумасшедшие люди, которые вообще даже не боятся наказания свыше. Всё произошло накануне поминальной субботы, в пятницу 13 марта. Уверяют сотрудники кладбища, они осматривали территорию, всё было в порядке. А уже на следующий день табличек не досчитались. 213 табличек снять с крестов – это тут целая бригада работала. Причём они их не открутили в целом виде, потому что на всех крестах остались болтики. А, видимо, сломали их и не бросали. Хулиганы бросали в могилу, а это снимали и вывезли всё с кладбища. Мы даже все мешки прошли, прощупали, которые вот на свалке у нас. Заведующая кладбищем уверяет. Обращалась даже на предприятие по переработке бытовых отходов. Но там развели руками. Ничего не видели. Вандалов теперь ищет полиция. Заявление уже написано. Предприятие, которое работает на кладбище Кальфа, за свой счёт заказало надгробные таблички. В ближайшие дни их начнут устанавливать. Счета родственникам и близким умерших выставляться не будут. Алексей Дмитриев, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.